Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 149. Наша встреча, как и другие беседы о псалтыре, проходит в Московском Сретенском монастыре, записывается и размещается на портале экзегет.ру. С богословской точки зрения, 149-й псалом достаточно противоречивый. Здесь сочетается безудержная радость народа, что Господь является его Творцом и Царем, и желание мести своим врагам, совершение своими руками божественного суда. Некоторые исследователи считают, что перед нами гимн, исполняемый в древности в собрании народа накануне или после битвы с языческими народами. Ибо он прославляет воцарение Господа и его победу над врагами. С другой стороны, слова «новая песнь» могут свидетельствовать в пользу того, что Псалом специально писался для храмового богослужения. Впоследствии он мог петься за одним из праздников религиозного еврейского календаря. Рассмотрим детальнее его содержание. Первые пять стихов. Первые слова 149-го Псалма, как и последний стих предыдущего гимна, указывают на собрание святых. Под святыми здесь подразумеваются израильтяне, которые также называются сыновьями Сиона. Они собираются в храм на общую молитву, чтобы прославить Господа как создателя и как своего царя. Израильтяне в радости воспевают Господу новую песнь. Помимо живого голоса звучат ударные и струнные музыкальные инструменты – бубен и лира. Веселье сопровождается танцем. Согласно книге «Исход», сестра Араона, порощица Мариан, руководила целым коллективом женщин, танцующих и играющих на ручных барабанах по случаю чудесного перехода посоху по дну морскому, когда евреи спасались бегством от египетского фараона. В других псалмах также описываются праздничные процессии, которые сопровождались игрой на музыкальных инструментах. Если сделать перевод третьего стиха псалма более эмоционально окрашенным, что наверняка изначально и предполагалось, то получится весьма сильный призыв. «Израиль, танцуй, бей в барабаны и играй на арфах, чтобы славить имя Его». Причина такого ликования – радость от того, что Господь благоволит к своему народу. Бог прославляет смиренных спасением. Некоторые толкователи склонны вместо «прославляет» читать «украшает», полагая, что четвертый стих – это единственное место в псалмах, где данное слово ассоциируется с царской славой. Если следовать данной логике, то получается такое выражение. Он венчает смиренных победой. При этом смиренные – это претерпевшие страдания, угнетенные. Эти кротки имеют право наследовать землю, ибо они ищут Бога от всего сердца. Именно такие люди делают Господа счастливым, доставляют Ему приятность, благоволение. Неизвестно, на что намекал автор псалма, говоря, что святые будут радоваться на своих ложах, то есть на постелях. Может быть, под ложами подразумевались места на религиозных трапезах, на возлежаниях, коврики для преклонения колен во время молитвы, или постели для больных. А может быть, речь шла об покое, отдыхе под покровом Господа. В последнем варианте хочется представить себе обстановку семейного быта, когда муж, жена и дети собраны дома вместе, так сказать, на одной постели. Им никто не мешает наслаждаться взаимным общением. Если намек на семью верен, в таком случае собрание молящихся в храме может представлять собой собрание семейных кланов, групп семей, вместе с их детьми разных возрастов. Шестой, девятый стихи. Победа народа Божия означает одновременно поражение его врагов. «Голоса народа исполнены хвалы, но в руках у них обоюдо острые мечи. Острые мечи им нужны для совершения мести народам, но они связывают царей цепями, а их военачальников – железными оковами. Не просто из жажды крови. Евреи являются как бы орудием в руках Бога для совершения его мести. Тем самым они исполняют Божий суд над всеми народами. Это наказание с целью их исправления. Победа над языческими царствами не является случайностью. Она словно записана в законе Моисеевым, предписана заранее где-то на небесах. Вполне возможно, что перед нами ссылка на некую книгу жизни Господа, в которой отмечается все, что произошло или должно было произойти, во благо или во зло с живущими на земле людей. Не исключено, правда, что речь может идти о пророчествах, о суде над народами по книге Амоса. Честь производить суд над живущим на земле выпала сыновьям Сиона. Но это не значит, что, выполняя поручения Божия, израильтяне в буквальном смысле слова становятся святыми. Славой и честью израильтян является их призвание привести в подчинение Господу другие народы. Трижды повторяемое в псалмах слово «святой» подчеркивает не только особое избранничество израильтян быть судьями земли, но и требование быть верными Господу, набожными и благочестивыми. Псалом завершается на слове «Аллилуйя», которое в своей эскатологической перспективе соединяет Ветхий Завет с Новым. Иисус тоже говорил своим ученикам, что они станут судьями. Когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых. В данном случае апостолы оказываются судьями не язычников, а своего собственного еврейского народа. Поскольку Царство Христово не от мира сего, побеждающие увенчиваются славою на небесах. Более того, они не просто попадают в небесный Иерусалим, они словно садятся на одном престоле рядом с Сыном Божиим. Таким образом, риторический вопрос апостола Павла «Разве не знаете, что святые будут судить мир» получают совершенно иную перспективу в свете воскресшего Христа Спасителя. Святые Нового Завета уже не сражаются с другими народами на земле, как по 149-му псалму. Они берут в руки меч духовный, чтобы воевать Словом Божиим против духов злобы поднебесных. Резюме. 149-й псалом содержит достаточно понятный текст, но на границе его интерпретации могут появляться радикальные выводы. Благоговение пред Богом в псалме стоит рядом с призывом отомстить врагам. Псалом не пересказывает чью-то личную биографию, и поэтому вряд ли здесь можно говорить о желании мести личным врагам. «Перед нами литургический гимн, в центре внимания которого Господь, который благоволит своему народу и его руками ведет войну против тех, кто противостоит его воле». Некоторые современные экзегеты предполагают, что представление о священной войне восходит к периоду завоевания Ханаана и требование Господа уничтожить живущих там языческих народов исходит из книги Второзакония. Эта концепция, видимо, повлияла на формирование убеждений, что враги Израиля являются врагами Божьими. И, следовательно, за причинение ущерба святому народу они подпадают под Божий суд и получают заслуженное возмездие. Такой боевой настрой 149-го псалма, к сожалению, привел к тому, что некоторые фанатично настроенные лидеры христианских конфессий использовали данный гимн, чтобы призвать к оружию для последующего кровопролития во имя веры. Так, для протестанта Томаса Мюнцера текст псалма стал боевым гимном во время кровопролитного восстания крестьян в XVI веке. А крупный деятель контрреформации Каспар Шопе, опираясь на псалом, призвал всех католических монархов на священную войну против протестантов во время 30-летней войны в начале XVII века. С оглядкой на трагедии, возникшие при буквальной интерпретации псалма, есть смысл задуматься над тем, как святые отцы древности, используя духовные методы толкования, аллегорию, анагогию, типологию, стремились превратить букву псалма в дух Нового Завета. Следуя их путем, будет безопасней для всех, если за обоюдо острыми мечами псалма мы будем видеть указания на меч духовный, который по апостолу Павлу есть Слово Божие. Благодарю за внимание. Продолжение следует...